с добрым утром сегодня у нас первый день нахождения в москве после египта проснулись мы сегодня 8 часов сейчас около 9 утра и мы едем всклиф лап чтобы сдать тесты пцр анализ на коронавирус сегодня вообще воскресенье поэтому там парковки рядом бесплатные проще нам доехать наверное все таки туда на машине там остановиться быстренько сдать и также поехать назад просто на метро это у нас займет ну где-то наверное больше часа времени там час 10 где-то так в общем не будем долго разговаривать поедем смотри это отель Рейдисон Москва красиво ну да клево в москве здесь все строится строятся все новые дома впереди камера на разметку сдали мы пцр тест сейчас пошел дождь погода такая не очень себе 9 градусов тепла в принципе никак она не изменилась со вчерашнего дня как мы заедем магазин купим что-нибудь поесть потому что еды нет совсем и после этого уже будем работать у нас все работы куча накопилось за 5 по на выдавали нам новых заданий надо будет делать пошел очень сильный дождь мы вот буквально добежали сейчас до машины мы припарковались на соседней улице не на садовом а на 1 коптильнической значит сейчас поедем уже домой нам сказали что результат будет готов сегодня вечером потому что мы сдали до обеда напоминаем на сегодня выходной день сегодня воскресенье принц если сегодня не будет готов теста по-любому он будет готов уже завтра указали свой адрес электронной почты каждый для того чтобы результаты теста пришли нам они сказали что сами выгружают на госуслуги но все равно лучше проверять потому что говорит что бывают сбои поэтому лучше они отправят результат на электронную почту попробуют сами выгрузить и мы сами тоже проконтролируем пробуем выгрузить так ребят всем привет сейчас мы уже разговариваем с вами из нашей квартиры значит несколько видео назад из видео про египет мы вам уже говорили о том что будем снимать для вас отзыв о нашей поездке будем рассказывать о том сколько денег мы потратили на это путешествие и сегодня пришла пора уже это сделать записать это видео начнем сразу с того момента как мы вернулись после сдачи пцр теста по прилету и уже этим же вечером нам пришел результат результат пришел в виде sms сообщения также в виде сообщения по электронной почте где можно было посмотреть результаты с данного пцр теста этот пцр тест этот результат мы загрузили на госуслуги и буквально там через пару секунд все было одобрено то есть роспотребнадзор одобрил нам то что мы действительно сдали пцр тесты и подтвердили результат того что он был отрицательный и так давайте наверное начнем с того почему мы выбрали именно этот отель франа риф resort мы изначально уже выбирали отель в районе хадаба то есть почему мы это делали потому что 7 лет назад когда мы первый раз поехали в шарм-эль-шейх нам понравился этот райончик там был очень классный пляж это как раз касается того пляжа который мы показывали на предыдущих видео здесь будет подсказка наверху там просто очень плавный заход в море там песчаный есть заход есть заход с такого уже немножко мертвого коралла скажем так да и мы можем без проблем пешком дойти уже до кораллового рифа то есть вы сразу же не ныряете на большую глубину не идете там по камням и сразу же опять же большая глубина либо и также у вас пляжная линия она довольно большая то есть нет такого отрезочка кусочка там допустим роки бич или там еще какие то уже названия из головы вылетели в общем здесь у вас большая довольно таки пляжная линия где вы можете без проблем найди себе лежак спокойно лечь полежать пойти сразу же пешочком там не спеша с плавным заходом в море и вот перед вами коралловый риф то есть вы можете без проблем гулять туда-сюда по этому берегу также вы можете принципе пробраться на пляж другого отеля соседнего к вам это риф оазис и там уже попрыгать понтона если вы этого хотите купили мы путевку у турагентства и стоимость ее обошлась в 114 тысяч девятьсот тридцать один рубль за 10 ночей купили мы ее способом перечисления этой суммы через сбербанк онлайн и так мы можем без процентов переводить в месяц только лишь сумму эквивалентную 50 тысячам рублей то все что выше 50 тысяч рублей мы платим процент соответственно мы также прибавляем сюда к нашим затратам 650 рублей комиссии которые с нас взял сбербанк за перевод суммы свыше 50 тысяч рублей также в первом нашем видео по сборам египту мы вам показывали о том что мы звонили в аэропорт шереметьево парковку паркинг по 12 для того чтобы забронировать там место на весь период нашего отдыха стоимость бронирования стоимость парковки нам обошлась 2200 рублей далее мы поехали сдавать пцр тесты с клиф лап пцр тест на одного человека стоит полторы тысячи рублей соответственно два пцр теста нам обошлись тысячи рублей также мы решили в это путешествие брать с собой по минимуму налички то есть минимум долларов мы до этого еще летом там оформили карту дебетоловую тинькофф black то есть это не реклама это просто мы говорим то как мы поступили в этой ситуации как бы как поступите вы в своей ситуации решать только вам мы решили взять собой дебетовую карту тинькофф black соответственно мы создали в личном кабинете тинькофф black валютный счет долларовый счет создали также личный кабинет Тинькофф Инвестиции, и у нас появилась возможность покупать доллары непосредственно уже по курсу биржи, по биржевому курсу. И скажу сразу, что курс у нас прыгал вверх-вниз, и даже случались такие моменты, когда он достиг отметки 69,5 рублей за 1 доллар, и мы в том числе закупали валюту и за 69,5. То есть за 71,5 были моменты, 69,5 и так далее. Ну, как бы не суть. То есть мы на все это путешествие купили у Тинькофф Блэк 300 долларов, и из них мы 100 долларов сняли и взяли с собой. Итак, по тратам наших наличных денежных средств вот этих 100 долларов. То есть что такое 100 долларов, которые, ну давайте мы не будем как бы учитывать то, за какой курс мы купили эти 100 долларов, давайте мы будем учитывать тот, курс, который сейчас стоит у нас на сегодняшний день. То есть давайте сделаем приблизительный такой вот подход, как бы да, перевод в рубли, с ученым там конверсией и всего остального. То есть будем считать, что 100 долларов, это у нас 7227 рублей. Итак, куда же мы потратили эти наличные денежные средства? В первую очередь наличные денежные средства вам понадобятся для того, чтобы давать чаевые. То есть это чаевые на сельщику чемоданов, чаевые на уборку номера. Это те денежные средства, которые вы можете дать на ресепшн для улучшения отношений с менеджментом, либо там для улучшенного номера, чтобы без проблем вам дали какой-то там другой номер, более хороший номер. То есть много разных вариантов, то есть это используется в качестве некой благодарности за работу. Далее часть денежных средств, именно налички, мы потратили на покупку в продуктовом магазине Манго Маркет. То есть мы покупали маску плавательную, там покупали всякую ерунду, которая нам нужна для первоначального, так сказать, существования в отеле. И плюс мы купили сим-карту тоже за доллары, за наличку. Далее уже наши траты были с долларового счета, карты Тинькофф Блэк. Итак, следующие наши траты, которые у нас были, это затраты на экскурсии. Мы ездили на экскурсию на гору Моисея. Соответственно, мы бронировали эту экскурсию, нашли группу ВКонтакте, экскурсии в Шармальшейхе. Там была девушка, которая как бы заведовала всем этим делом. С ней связались, договорились о том, что мы хотим поехать, нам нужно два билета, скажем так, на эту экскурсию. И она у нас спросила, а в какой валюте вы хотели бы платить, в долларах или в рублях? Ну, мы так подумали, как бы обычно всегда в долларах платим, да, там 15, 20, 25, 30 и так далее. Но, если есть возможность заплатить в рублях, почему бы не заплатить в рублях? Мы сразу же у нее уточнили, куда будет сделан перевод. То есть, рублевая карта Сбербанка, это какой-то иной банк. На что она нам ответила, что у нее Тинькофф банк, и можно сделать перевод, в том числе и в рублях. Мы попросили ее посчитать нам стоимость экскурсии на двоих в долларах и сделать эквивалент в рублях. Когда она нам написала сумму в рублях, то мы сразу же увидели, что на текущую дату в рублях купить у нее будет выгоднее и дешевле. Поэтому мы выбрали покупку в рублях и заплатили ей со своей карты Сбербанка. Стоимость экскурсии на двоих на гору Моисея нам обошлась в 3530 рублей. Далее, как бы недолго думая, посмотрев все экскурсии, которые предлагала она в своей группе, мы также решили поехать на экскурсию в заповедник Рас Мохаммед. Экскурсия в этот заповедник нам обошлась в 2250 рублей на двоих. Мы также оплатили ее путем перевода ей с карты на карту в рублях. Дальше наши траты также шли с долларового счета Тинькофф Блэк. Это наши покупки в магазинах, это Манго Маркет, это остальные супермаркеты, где мы тратились. И мы потратили в рублевом эквиваленте, оплачивая все покупки с долларового счета на сумму 5682 рубля. Когда мы прилетели уже домой, то нам необходимо было сдать также ПЦР-тесты на двоих. Мы поехали опять в тот же самый Склиф Лаб, о котором мы уже упоминали в этом ролике, в самом начале его. И точно так же, по такой же стоимости, потратили там 3000 рублей на двоих. Итак, общая сумма, которую мы потратили в этом путешествии, составляет 142470 рублей. Дорого это или нет, решать только вам, нашим зрителям. Ну и на этом наше видео подошло к концу. Всем спасибо за просмотры, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии под видео. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Подписывайтесь обязательно на наш канал, ждите новых видео и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok